так сейчас я тему напишу так девочки привет сейчас я пишу тему так здоровых отношений темношка длиннее но это основное сейчас я закреплю прикрепить к дали все мы хорошие здравствуйте девочки я вас рада приветствовать на самом сильный эфир я надеюсь все кто может присоединиться на сами сегодня вроде как выходные же вас да правильно я знаю что россия выходные да и мы с вами сегодня поговорим про изматывающие отношения потому что эти ко мне часто поступают вопросы про отношения и про тяжелые отношения потому что я психолог да ко мне приходит когда плохо поэтому конечно же приносит отношения которые тяжелые изматывающие сегодня я сделал такой эфир чтобы рассказать вам три фактора которые да а вы сможете знаете когда так внутри себя протестировать понять как у вас с этим знаете что понять в чем причина и найти и отыскать способ как эти отношения вообще лучше да лучше сделать ли себя проще легче потому что психология нужна зачем для того чтобы собственно говоря нам было легче и проще сами так а иначе какой не смысл конечно не всегда бывает прямо раз два три но кто-то кто ищет а всегда находит и всегда получается улучшить отношения так девочки здравствуйте 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 я всем тоже хорошо мне все здорово тоже вижу я вас всех очень рада видеть я рассчитываю что мы с вами в эфире минут на 40 но посмотрим как пойдет азун там от активности вашей тоже зависит да у меня сегодня задача рассказать вам про изматывающие отношения может быть вы себя узнаете вспомните свои и рассказать про три фактора здоровых отношений мы прям пойдем по ним я вам буду рассказывать историю из практики вот я надеюсь что сделаем пару упражнений так хорошо напишите мне пожалуйста по 10-бальной шкале как вы себя ощущаете 10 баллов это прекрасно ресурс на все полно сил при этом спокойно уверенно 1 2 балла это общем плохо или подняла себя с постели депрессивно или раздражена или зла как вы девочки давайте это всегда очень важно я всегда в клубе она спрашивают у своих потому что от этого зависит на самом деле очень много только как вы меня будете слышать то что у вас откликнуться 6 8 6 у кого еще что восьмерки вижу какие молодцы да потому что на самом деле мы можем влиять на свои утащения да если мы их отслеживаем так ну как еще все остальные нужно понять насколько меня вот активная аудитория насколько вы будете взаимодействовать так пятерка семерки так 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 хорошо мои дорогие спасибо что вы пишете привет всем привет да так ну хорошо 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 поставьте плюсики у кого есть отношения которые вас изматывают да то есть тяжелые отношения могут быть родительные помогут быть с кем-то из родственников это может быть муж это может быть парень это может быть нету отношений и вас изматывает то что их нету да то есть вы там то вначале отношений то опять они скончаются в нашей то есть что-то такое что вас с изматывать изматывается что такое лишает энергии да вот то есть у кого-то такое есть вот изматывающее отношения ты когда вы знаете ощущения повторения какого-то и как-то ходите по кругу, как будто, блин, ну опять вот это все, опять тяжело, это как-то неприятно, это как-то так отнимает у вас ресурсы, да, то есть здоровые отношения, в них есть ясность, есть понятность, есть определенная легкость, может быть, не все так просто, да, но вы понимаете, как, что, вот и где. А вот изматывающие, это когда много неясности, много сумбура, много какой-то вот нервотрепки, много какой-то усталости от всего этого, да, вот сегодня мы с вами будем об этом говорить, потому что на самом деле то, что вы в этих отношениях есть, это значит, говорит о том, что есть некоторые сценарии ваши, в котором вы оказались, да, и нам его важно разгадать, потому что я не вот обещаю, что мы прямо сейчас в эфире все как бы разгадаем, всю тайну ваших отношений, да, но вы точно к этому продвинетесь. Отлично, да, я вижу, что тема вот актуальна, значит это хорошо. Итак, девочки, первое, что важно для здоровых отношений, почему у нас изнуряющие отношения, вот это от того, что, первый факт, да, насколько мы знаем свои стереотипные реакции, да, и насколько мы их учитываем, потому что надо сказать, что мы очень стереотипны. И тут очень важно, почему очень важно понимать, какая я, потому что я буду наступать на одни и те же грабли все время практически, да, и мне нужно понимать эту свою склонность. Знаете, допустим, да, не знаю, кто вообще там 30+, 35+, да, наверное, вы там уже думаете, как получше выглядеть, как вообще вот ухаживать, да, и, наверное, вы сталкивались, да, что есть разные типы старения, разные типы. Кто в первый раз об этом вообще услышал, можете там прогуглить, посмотреть кучу роликов, да, то есть люди стареют по-разному. И поэтому разные процедуры, разный уход нужен, потому что какие-то люди отекают, какие-то вот обвисают, какие-то по другому типу, да, и нам нужно понимать, а как бы какая я, чтобы, ну, подстелить салфонки. И в отношениях на самом деле то же самое. У нас есть некоторые стереотипные реакции. К сожалению, как правило, мы их не знаем и не видим. Это вот, очевидно, всем остальным, а нам с вами нету, да. Обычно, знаете, когда ко мне девушка приходит и говорит, ой, Даня, я уже в отношениях перепробовала все. Я говорю, давайте, что именно перепробовали, давайте по пальцам начнем. Ну, я молчала. Отлично. Что еще? Ну, я пыталась говорить. Как, как, говорит, пыталась говорить? Ну, ну, как-то так коротко пыталась говорить, просто обозначить, что мне плохо или что-то, мне устраивает что-то. Такая думает, а как я пыталась говорить? Ну, как-то сказала и ушла. Я говорю, так, что еще? Ну, все, говорит. Я говорю, так. Так, а у нас же гораздо больше, вообще-то, есть возможности, да. Или, как вы работали? Я вот орала, как. Ну, вот сильно орала, слабо орала, орала, да. То есть, обычно есть какая-то реакция. Мы либо уходим, либо обижаемся, либо молчим, либо копим, 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 взрываемся. То есть, есть какая-то наша такая реакция, которую мы, в принципе, все время, ну, все время делаем одно и мы тоже. И вот если мы ее знаем, девочки, тогда мы можем найти антидот, понимаете? Тогда, допустим, если я знаю, что я обижаюсь и коплю, то в тот момент, когда я обиделась, мне надо сказать, ага, сейчас я опять обижусь. Так, тогда мне надо говорить, тогда мне надо пойти и сказать. Если я ору, я говорю, так, сейчас я буду опять орать из лица, то, может быть, мне тогда надо пойти извиниться. То есть, мы должны делать другое, понимаете? Это очень сложно, очень страшно. И главное, знаете, в чем дело, нам, у нас есть такое ощущение, что это некоторая объективная реальность, что меня обидели, меня вот опять обидели, или меня опять разозлили, или меня опять вынудили уйти, да? Но нет, на самом деле это наша реакция, и мы так стереотипно реагируем, да? Это я сейчас на таких очень простых примерах рассказываю, да? На самом деле там дело немножко посложнее, немножко так поглубже. И кому это вот интересно на самом деле понять про себя, девочки, у меня будет школа отношений, которая уже стартует через 10 дней, то есть она у нас будет 13 мая, по четвергам она будет. И это второй поток. И в первом потоке у меня были очень интересные лызы, вот я вам сейчас расскажу, да? Там два первых урока посвящены тестированию как раз, да? То есть мы тестируем про себя вот эти стереотипные реакции, и люди понимают на самом деле, как каждая реагирует. И это, конечно же, вызывает шок. И мне девочки писали, Таня, это так приятно это увидеть. Я пыталась от этого убежать, но тест он такой вот очевидный, такой простой. Я смотрю на это, я понимаю, теперь мне понятно, теперь объясняется для меня, почему в жизни у меня происходит все время вот так. Но самой, к сожалению, это увидеть сложно, да? Это как грязная спина, которая у нас, знаете, вот испачкана, все видят, а мы нет, да? И вот мы в школе отношений, у нас два урока первых будет посвящено как раз вот этой первому фактору, для того, чтобы вы поняли свою стереотипную реакцию, в какие в ловушки вы попадаете все время, да? То есть есть склонность, понимаете? У нас есть определенная склонность в силу семейной истории, в силу воспитания, в силу там определенных обстоятельств, да? Мы как-то сложились, да? И нам очень важно эту штуку от себя как бы понимать, понимаете? Знаете, вот здесь вспоминаю такую историю одну про клиента свою, значит, я ей рассказываю историю реальную про другую девушку, так как бы разрешила рассказать, я ей рассказываю, значит, про случай с парнем, значит, такой случай, значит, рассказываю. Я вам сейчас это расскажу, чтобы показать, насколько реакция стереотипна и насколько сложно ее самой увидеть, да? И это можно только оттестировать, да? Обычно это остальные видят, а мы сами нет. Так вот, сейчас расскажу, а Татьяна часто знаешь, как делать надо, а альтернативы находятся, потому что палитра возможных реакций от ограничен. Прекрасный вопрос, очень хороший, спасибо. Я объясню почему так. Объясню так почему, потому что там внутри есть одна штучка, которая и дает эту стереотипную реакцию, да? Но, девочки, до этой штучки, на самом деле, это наше определенное чувство. Мы сталкиваемся с определенным чувством и выдаем определенную реакцию. Да, но мы, к сожалению, сами не можем добраться до того чувства, от которого пугаемся, понимаете? Это только может специалист сделать. А вот по реакции по своей мы можем добраться до чувства, понимаете? Почему как бы я вас буду тестировать, ну, те, кому это вот интересно, это тем глубже, да, вообще как бы разобраться в отношениях, в себе и наконец-то сделать так, чтобы вам было проще. Вот. Мы именно будем по реакции тестировать, потому что, знаете, как бы это как, не знаю, как вот осьминожка такая, да? Вы потянете за щупальцу и придете к серединке, потому что, знаете, одна щупальца, другая кажется, столько разных тем, на самом деле мы тянем, а оно все идет к центральному фактору. Так вот, значит, рассказываю в случае. Я, значит, рассказываю своей клиентке случай про девушку. Я говорю, вот, представляешь, есть, то есть я прям осознанно рассказываю, как это может быть. Девушка, клиентка, про которую я рассказываю, мы с ней работали с недоверием к мужчинам, да? Есть такой один паттерн, да, когда мы изначально в недоверии. Бывает, что папа ушел, бросил, были измены, там, вторая семья какая-то, да? И мы изначально уже, так знаете, ну, с такой, с осторожностью. И я рассказываю, значит, случай, что она познакомилась с парнем, познакомилась она с ним в тиндере, они познакомились, начали встречаться, и даже отношения как-то у них такие прям стали прочные, да, вот, интересные. И они там говорили, что, значит, они как бы друг с другом удалились из тиндера. И тут, значит, в переписке он ей присылает какое-то там сообщение, вообще, ну, по другому поводу. И она видит, что то ли окно у тиндера вот открыто, да, то есть что-то такое вот от тиндера вот она видит. Она в стрессе, она три дня варит, молчит, она, значит, регистрируется в тиндере под каким-то, значит, там именем другим, значит, начинает его отслеживать, выслеживать. Он понимает, что что-то происходит, да, то есть она как-то перестает адекватно реагировать на него. Она же уже все решила, что он ее, значит, подставил, что он ее, значит, там уже с другими встречает. То есть ее программа недоверия включилась, да, и полным уже там идет уже. Но я-то работаю с девушкой, да, она же понимает, что у нее есть такая склонность, что на самом деле надо спрашивать, надо разговаривать, надо перепроверять, надо понимать, что я могу искажать. И вот она, значит, его однажды, когда он ее уже там типа говорит, ну в чем дело, ну скажи, ну что, почему что происходит, она ему пишет, вот, типа, ты в тиндере, вот я знаю, в общем, тра-та-та, я по этому поводу переживаю. И вскрывается история, что на самом деле у него там коммерческий аккаунт, он музыкант, и у него там как бы требования по, в общем, вообще никак и не связаны с девушками, с личной жизнью, это еще там профессиональная тема. Но вскрылось это только когда они это выяснили, он мне объяснил, показал, как это вот устроено, да, что там личный аккаунт он свой вот удалил. И через эти вообще разговоры про доверие, про недоверие, что она подумала, как они, как они общаются. Вот она сказала, что когда мы с ним начали об этом вообще разговаривать, я стала делиться, что я испугалась, что для меня эта тема болезненная, да, ну вообще вот этим всем своим, что она обычно раньше порятала, она говорит, Таня, мы с ним проговорили весь вечер и вышли на какой-то такой новый уровень глубины и понимания, и благодаря этому конфликту вообще мы стали гораздо ближе. И у них до сих пор вот отношения, уже года полтора прошло как, и она говорит, если бы я промолчала или если бы я просто перестала с ним общаться, да, мы бы так и вскрыли, я бы вот, ну вот этого нового уровня не было бы, да, потому что на самом деле мы выходим на новый уровень только через конфликт. Так вот, рассказываю я эту историю девушке-клиентке, и она мне после второй фразы моей говорит, ну как когда я говорю, что вот, и он ей присылает, значит, в тиндере, значит, что он там, да, клиентка видит, что там за чё. И она, говорю, стала у него выяснять, и стала с ним разговаривать, она говорит, да что тут нужно выяснять, он врет. Я говорю, откуда ты знаешь, что он врет? Она говорит, ну все же ясно, он врет. Я говорю, нет, я-то знаю историю до конца, я-то знаю ее, а как бы на самом деле как было, потому что ты же вот услышала 20% истории, а я знаю 100%. Она говорит, да, странно, говорит, а у меня такая однозначная реакция, вот я бы после этого сразу бы все перерубила, бы вот отрубила, бы мне было все понятно. Я говорю, да, это и есть программа, понимаете? То есть она сталкивается со своей реальностью, с собственными представлениями, и уже на этом этапе отсекает, хотя реальность другая, да, я рассказываю реальную историю другую, а мозг срабатывает, что, ну понятно, что там их вот искать, понимаете, да, что происходит. И вот эти вот стереотипные реакции, как раз мы их не отлавливаем, потому что вот это моя клиентка, которая рассказала, она же не думала, что это ее проекция, она думала, что это такая история про вот измену, да, про вот обман. Нет. И когда вот прям вы начинаете это видеть, что это я так реагирую, а не факт, что это так, да, вот тут вот вы начинаете потихонечку отходить от этой реакции. Поэтому, девочки, ее действительно сложно у самих у себя узнать, но это можно протестировать, и вы действительно поймете. Я вам дам прям учебное пособие, чтобы действительно понять это и начать с этим работать. И это, конечно, не так просто, как прям, знаете, мне бы, конечно, прикольно было, если бы сказала, знаете, прямо вот вы увидите, прям пальцами щелкните и все перемените. Но как в любом деле, не знаю, в похудении, в здоровье, в учебе, в какой, да, то есть это некоторый процесс. Но если вы знаете, куда вы идете, знаете, какие пункты по маршруту будет, то вам сильно все вот облегчается. Поэтому, девочки, кто хочет на самом деле вот разобраться с ловушками с этим в себе, приходите, да, вот на школу отношений, она у нас с вами будет 13 марта. Осталось 10 мест. Я беру ограниченный поток, потому что я прорабатываю эти вещи, да, то есть мы с вами в режиме онлайн будем работать, да, вот, поэтому мне важно, чтобы группа была не очень большая, чтобы у меня хватило на вас время, силы и вообще, да, включенность. Поэтому, девочки, кому вот интересно, приходите, потому что скоро закроется уже набор. Так, второй факт, значит, сейчас мы с вами идем дальше. Первый, да, это знать свои особенности. Это знать свои стереотипные реакции, потому что они у вас останутся навсегда, вы просто их сильно-сильно-сильно можете сгладить, профилактировать, и они перестанут для вас быть препятствием, понимаете? Так, вот тут был прекрасный вопрос, сейчас я к нему вернусь, и как раз это у нас будет второй фактор. Вот вопрос. Татьяна, а часто знаешь, как делать, не надо, альтернатива не находится, потому что палитра возможных реакций ограничена. Да, спасибо большое за вопрос, он прекрасен. Почему, девочки? Почему у нас реакция стереотипная? Потому что мы сталкиваемся с типичными для себя эмоциями, потому что внутри, внутри, если вот разобрать эту мою клиентку, да, почему она сказала, ну, все понятно, вот он обманывает. Почему? Потому что есть внутри страх обмана, правильно? То есть она столкнулась с предчувствием, с некоторым намеком, что может быть обман, испугалась, и чтобы не столкнуться с этим близко, сказала, все понятно, я вообще не играю в эту вот игру, да? Это как если вы боитесь проиграть, вам для вас невозможно проиграть, все, такая боль, такая еще потеря, вы не будете играть даже, понимаете? То есть там есть внутри какая-то эмоция, которая нас блокирует, да. И у нас есть три основных эмоции, гнев, страх и обида, а под ними есть страх отвержения, с которыми мы все сталкиваемся в той или иной мере, и поэтому мы не можем дать другую реакцию, да? Потому что когда мы вдруг злимся, да, это нормальная защитная реакция такая, да? Но почему мы, почему такая вспышка? Почему такая вспышка? Потому что попали в больную точку какую-то, понимаете? Попали в какую-то больную точку. И если эта точка для нас, мы ее сами и не знаем, и не видим, да, вот ее нужно знать, об этом как раз был первый пункт, то мы будем каждый раз выдавать вот такую вот агрессивную реакцию. Или мы будем уходить в обиду, например, да? А когда мы обиделись или разозлились или испугались, все, палитра сужается, да? То есть мы, вы, может быть, знаете, даже если мы представляем вот альтернативу, да, там вы говорите, что мы и не всегда представляем альтернативу. Девочки, даже если вы представляете альтернативу, то есть вы понимаете, надо спокойно поговорить, или вы понимаете, надо сказать о своих чувствах, или можно показать свои чувства, да, или надо сказать нет, да? Даже если вы понимаете не факт, что вы сможете, потому что ваша эмоция такая сильная, вам так обидно, что вам нужно сказать, ты знаешь, я против того, что ты говоришь, я вот так решил от тебя уйти или вообще ты меня вот обижаешь, а вы не можете выплачивать, например, или вы так испугались, что вы вообще слов сказать не можете уйти, понимаете, или вы в таком гневе, что вы не можете конструктивно разговаривать, понимаете, и эта тема у вас вот эту бурю вызывает, понимаете, поэтому даже понимая альтернативную реакцию, внутри там стоит эмоция, в которую мы все время скатываемся и она нас блокирует, понимаете, девочки, вот эти эмоции мы с вами будем прорабатывать, опять же, я возвращаюсь к школе отношений, потому что я вас приглашаю в нее, потому что я могу сколько угодно в эфир вести, рассказывать, но если мы не будем прорабатывать, то это все останется на уровне информации, понимаете, то есть да, вы будете знать, что вот, когда эмоция, ее нужно осознавать, ее нужно отслеживать, надо отпускать, а как, когда в моменте это происходит, это, знаете, как волна такая, как укол такой, да, вот моя хорошая, поэтому эти штуки, к сожалению, иногда были, не знаю, к счастью, да, нужно прорабатывать, потому что я могу вам рассказывать, как качать пресс, но его надо прокачивать, и мы с вами вместе в школе отношений это будем делать, то есть я вас прямо дам упражнение, вы прямо начнете это делать, кто-то будет плакать, кто-то будет смеяться, у всех будут разные эмоции, да, то есть мы будем прорабатывать эти эмоции, у вас останется алгоритм, схема, как это делать, да, вы сможете это переповторять, потому что вот этот второй фактор в здоровых отношениях, да, это осознанность своих эмоций, потому что если я осознаю свои эмоции, я могу понять, что мой партнер сейчас ругается, и это не имеет ко мне отношения, он просто там устал после работы, пытается сплить свою, да, я в порядке, то есть на меня его эмоции перестанут так сильно давить, потому что мы же все взаимосвязаны, и чем менее мы эмоционально стабильно, тем сильнее мы подвержены, да, вот, и тут же на самом деле пункт про вот ответственность, потому что отношения, да, это ответственность двоих, а ошибка бывает такая, знаете, что люди думают, что так как в песне у Зимфиры моей любви хватит на нас двоих с головою, ну, может на какое-то время, вопрос, на сколько Зимфиру хватит, да, вот, потому что сюда получается ресурс только из себя, да, это, конечно же, вот эта утопичная вещь такая, вот, поэтому если вы понимаете отношения с мамой, отношения с мужем, что она может обижаться, это нормальная часть процесса, она может злиться, это нормальная часть процесса, она позлиться, отойдет, обидится, ну, выйдет из этого, но если вы так остро реагируете, что как же так муж, там, вот, обижается, или муж разослился, вы впадаете в страх или в гнев, да, то есть это вас подцепляет очень сильно, то все, вы как бы тоже вот разбалансированы, поэтому нам с вами очень важно именно прорабатывать эти эмоции свои, чтобы вы могли эмоции других отделять, и мы с вами это тоже в курсе отношений будем делать, и будем говорить про здоровые границы, потому что вы отвечаете только за 50 процентов, девочки, вот кому, кто сейчас думает про себя, что я ответственна за брак, или я ответственна за отношения с мамой, или что если бы я была там, не знаю, умнее, эффективнее, то ты, то было бы все лучше, девочки, расслабьтесь, у нас с вами 50 процентов, и все. Второй партнер такой же полноценный, такой же вот ответственный, и у него есть уже 50. И когда мы это осознаем, мы перестаем все тащить на себе, и мы умеем выстраивать отношения, но для этого нужно эмоционально отсоединиться от этого, да, и мы с вами тоже это будем делать. И третий фактор, мои хорошие, третий фактор, это как раз про то, как эти отношения строить, это диалог. Это о том, о чем написано много, очень много книжек, можно об этом почитать. Вот, например, знаете, я вам дам такую вот аналогию, я, знаете, я очень эту книжку люблю, она вообще про детей, но эта книжка универсальна про отношения, про выстраивание диалога. Вот, наверное, кто вообще, у кого дети есть, наверное, знает эту книжку, гиппенрейтер, общаться с ребенком как. Вот тут есть глава под номером 6, можете, кстати, погуглить, вот есть такая штука, я сообщение, да, сейчас я посмотрю, какая глава, мне кажется, да, глава номер 6. Вот, если вы прочтете, девочки, вот это вот то, как можно строить здоровые отношения. Да, вот глава 6, что нам мешает слушать ребенка? Вот тут все неправильные реакции, а глава 8 как раз, вот, пожалуйста, я сообщение. Да, как подразрешать конфликты? Вот, допустим, да, есть другие книжки, их много, на самом деле, но это все техника, она важна, она очень важна, да, она очень важна. Да, то есть когда вы, допустим, вместо того, что говорите партнер или маме своей, да, что, допустим, да, вот она по 100 раз на дню звонит, и вы ей говорите, слушай, мама, когда ты мне по 15 раз на дню звонишь, я очень, как бы, огорчаюсь, я очень злюсь, ты меня прямо из клеев выбиваешь, да, она на это может обидеться. А если вы говорите, что, слушай, когда меня, вот, безлично, например, да, когда вы меня, когда меня отвлекают, то я огорчаюсь, или когда меня, вот, отвлекают, то я сбиваюсь, и потом мне нужно время, чтобы включиться в работу, она это слышит более в нейтральном ключе, она это может услышать, может не услышать, но, по крайней мере, обиды никакой уже не будет, да, то есть есть, девочки, конкретные приемы, мы с вами тоже будем в школе отношений проходить, но с опорой на свои вот ощущения, да, то есть как строить диалог для того, для того, чтобы вы смогли сделать так, чтобы вас услышали, да, услышали, да, и мы с вами прям будем отрабатывать эти все я-сообщения, прям это все у нас с вами будет, это, знаете, про то, когда мне говорят, Таня, ну как же правильно говорить, слушайте, ну вот есть такие книжки, есть техники, я вам буду говорить, да, но я-то для себя понимаю, что ключевая вещь, это и не то, что фраза, понимаете, потому что, а вспомнить ее в нужный момент, иметь силу, например, сказать, да, сказать, вот, девочки, поэтому если вы вдруг, можно книгу показать, боже мой, да, гиппенрейтер, гиппенрейтер, общаться с ребенком как? Вообще это полезно для всех родителей, у кого есть дети, не знаю, там от 2 до 15, наверное, да, и вообще просто это такая, знаете, как бы книжка коммуникации, да, то есть как грамотно, как корректно вообще общаться, вот книжка очень полезная, она такая с картинками, она легкая, она очень прикольная, поэтому девочки, да, то есть если вам кажется, что в эмоциональной сфере вы проработаны, и вам просто нужна альтернатива, вот, можно книжку прочесть, вот, но я знаю, что на самом деле, да, обычно еще есть эмоциональная у нас реакция, которая, к сожалению, допустим, там есть такая, такая, значит, такой пример, там папа, значит, такой приходит с работы, значит, там подростки, значит, у него вот общаются, и он, значит, использует техники активного слушания, и говорит, я, говорит, за 40 минут разговора в правильном контексте, когда там я не даю советов, там не учу, там не расспрашиваю с пристрастием, да, вот узнал больше чипа, зачем за 15 лет свою дочь, да, но тут смотрите, какая еще вещь, он это узнал, и он столкнется с какими-то эмоциями, он может испугаться, да, то есть мы же не всегда готовы слышать правду, понимаете, вот нам ребенок расскажет, что он то пробовал, все пробовал, или что он, или он что, терпеть не может школу, или что когда-то вот обидели, там, вы его, да, он это скажет, а вам-то это надо услышать, вам-то это надо вытерпеть, вам же это надо внутри себя проварить, понимаете, да, и вот тут опять вот эти эмоции у нас встают, вы знаете, я вспоминаю одну свою клиентку, прямо сейчас уже сейчас я вам это вот расскажу и буду заканчивать, она ко мне пришла про то, что отношения с дочкой у нее распались, то есть ее дочь перестала с ней общаться, дочь где-то была лет 25, она просто перестала с ней общаться, и было на самом главном с ней причина, потому что мать, конечно, попроявляла очень себя вот агрессивно, очень эспатично, очень так, в общем, авторитарно очень, да, конечно же, понятно, что кому такое отношение нужно, и она просто перестала с мамой общаться, клиентка мама была моя, да, то есть это была клиентка, пришла как раз с тем, что она не может построить отношения с дочкой, и когда мы с ней начали это прорабатывать, да, и она, наконец, увидела как раз, да, вот через тест первый, как она действовала, она схватилась за голову просто. Она говорит, слушайте, мне так стыдно, я столько ей поломала, я так ее унижала, это же просто какой-то ужас. И когда клиентка это поняла, и мы эту боль отпустили, поброжили, она смогла пойти на контакт с дочкой очень аккуратно, начала писала ей смс, поздравляла с праздниками, потом они встретились где-то в парке, просто на 15 погулять, да, то есть дочка очень аккуратно сближалась, потому что она знает, что мама танком проедет просто, да, по ней, а дочке надо было удостовериться, что мама, правда, поменялась. И вот однажды мне пишет, это моя клиентка, про то, что Таня, у нас был очень важный разговор, длинный разговор, полтора часа, мне наконец-то дочка рассказывала, ее, говорит, прям как прорвало, она мне рассказала всю ту боль, которую она носила по поводу меня. И вот клиентка пишет, Таня, и я смогла это выдержать. Я смогла услышать, я смогла выдержать, и после этого действительно отношения стали теплыми, и девочка поверила опять маме, у них появились отношения, они есть до сих пор, и я очень надеюсь, что они вот все лучше и лучше, и лучше, да, но вот она говорит, я смогла это выдержать, да, потому что это некоторая внутренняя сила, конечно, да, потому что раньше только дочка что-то скажет там против, или боль какую-то, мама вспыхивает, она не может с этим, она не хочет этого знать, ей больно это слышать, да, все. Вот, нахорошее. Поэтому хорошая техника диалога, третий пункт, который есть в здоровых отношениях, это диалог, да, это умение разговаривать, умение слышать партнера, умение говорить свою точку зрения, понимание того, что он имеет право думать не так, как вы, потому что для многих это невозможно, то есть если мы в паре, мы должны быть абсолютно вот одинаковые позиции, не обязательно тогда. Если муж мой хочет, чтобы я там и работала, я должна подчиниться, или я должна обязательно нравиться ему в отношении всего. Не обязательно. Вы партнеры, вы можете иметь свою точку, вы можете иметь свою позицию, можете отставить, можете обсуждать ее, да, аргументировать. Это нормально, да, но если у вас есть представление, что нет, обязательно должен быть вот как бы у нас вот унисон должен быть, то нет, тогда вам будет очень трудно. И вот это тот третий фактор здоровых отношений, диалог, что люди вообще способны разговаривать. Но чтобы к этому прийти, девочки, почему люди перестают разговаривать? Потому что небезопасно, потому что скандалами кончаются, потому что больно, и смысла как бы никакого нету, да. Поэтому очень важно научиться общаться. Можно прочитать книжку, можно прийти ко мне на курс в школу отношений, там у нас есть один урок, который посвящен этому. У нас там всего урока будет, шесть, и только один посвящен именно технике, потому что все остальное, мы работаем с более глубинными вещами, которые, к сожалению, через, ну, просто попрочесть этого очень мало, нужно именно попрорабатывать. И последний у нас там урок, в самом деле, это про внутреннюю ценность, как ключевой такой, да, про то, что на самом деле я достойна любви, я хорошая, со мной все в порядке, я интересная. И вот это внутреннее ощущение ценности, внутреннее, понимаете, никогда, все зависит от того, вы не меня одновременно говорили или нет, сказали мне комплименты или нет, как красиво я сегодня выгляжу, вот или нет, да, то есть тогда прям качели такие, а я действительно понимаю внутри, осознаю и ощущаю ценности, да, из нее как раз я могу диалог делать, могу отношения строить, да, потому что я понимаю, что я, в принципе, и без отношений цена, да, и тогда есть шансы и очень много построить именно здоровые отношения. Девочки, я, наверное, все, вопросы ваши, пожалуйста, если есть, я отвечу, про курс могу рассказать, у нас, в принципе, есть по ссылке, вот описание, если вы в профиль мой перейдете, то там есть описание, там есть и программа, и названия, и уроки, все там написано, вот, я, наверное, только скажу, что калич, через свое место ограничено, потому что я буду прорабатывать, и мне нужна не очень большая группа. Поэтому, кто хочет, у кого это отзывайте, девочки, покупайте, занимайте места, потому что, ну, действительно, уже группа так практически наполнилась, поэтому вот еще, я, наверное, вот этот один эфирчик сделаю, и на этом все. Девочки, все, мои, хорошие, я с вами прощаюсь, у меня еще дальше будет консультация, поставьте плюсиком облако партизма, если есть вопросы, пишите, у меня еще есть буквально там парочка, минут, если кто-то что-то для себя полезное услышал, может быть, пример, может быть, что-то вот отозвалось у вас, вот упражнение мы с вами забыли сделать, что-то я увлеклась рассказами, значит, в следующем эфире обязательно сделаю упражнение с вами, да, 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 какой-нибудь нам с вами не нужно будет, наверное, провод эмоций мы с вами сделаем, да, вижу плюсики, спасибо вам большое, мне радостно, что я была полезна для вас, удачного вам дня, приятного, доброго, радостного, осознанного, любите себя, работайте над собой, это на самом деле, такой прям фундамент, фундамент и для денег, и для отношений, и для здоровья, и для ощущения радости и счастья. Пропустила сначала, но я сейчас эфир соберегу, но у вас останется, пожалуйста, можете пересмотреть. Все, на хорошее, всем пока, жду вас на курсе, встречаемся 13 мая, всем пока.